Добрый вечер! Вы смотрите НТС. Это программа «Реальная экономика» и я ее ведущая, Салтнат Кулебердиева. Недавнее повышение ставки Федеральной резервной системы, несмотря на сдержанную реакцию со стороны инвесторов, все-таки негативно отразилось на финансовой системе ряда стран. Кредиты в долларах постепенно становятся дороже. Теперь вопрос. Будет ли внешний долг возрастать в безопасном для страны режиме? Ведь платежи перед зарубежными кредиторами осуществляются в долларах, а следующее повышение ставки ФРС ожидается уже в июне. Будем разбираться в этом вопросе вместе с приглашенными экспертами. Добрый вечер! Добрый вечер! У нас сегодня в гостях депутат Джовар Кукинеша от фракции Республика Атаджорд, член парламентского комитета по бюджету и финансам Марлен Маматалеев, начальник управления международного сотрудничества Министерства финансов Кыргызстана Бакыт Садыков и независимый эксперт в области управления госфинансами Бакыт Садыбеков. Еще раз добрый вечер! Долги всех стран во всем мире растут, как на дрожжах. Это нам демонстрирует счетчик национальных долгов, который отображает в реальном времени их суммарный размер. Крупными странами, должниками перед зарубежными кредиторами, как вы видите, являются США, Япония и страны Евросоюза. Здесь важен не размер госдолга, а именно его доля ВВП страны и сколько кредитных ресурсов, кредитных средств приходится на каждого жителя этой страны. Меньше всего в этом отношении, как вы видите, повезло Люксембургу. Около 7 миллионов долларов приходится на одного жителя этой страны. Что за страна Люксембург? Страна Люксембург – это страна, привлекатель для финансовых институтов, для хранения денег там. Соответственно, все, что из-за рубежа пришло туда, это является обязательством страны перед теми лицами, которые деньги туда перевели. Вот и получается, что у них вроде как совокупный большой долг на душу населения. Но на самом деле это деньги, которые тут на благо экономики. Это частные, скорее всего, деньги. Это не есть обязательство государства перед иностранными частными, или инвесторами, или кредиторами, или государствами. Это, скорее всего, задолженность банков перед, грубо говоря, депозиты чьи-то там держат. Вот и все. Больше всего, конечно, повезло Ирану. Размер внешнего долга составляет всего 2% от ВВП. Кыргызстан в этом списке занял 112 место. И вот как выглядит эта ситуация на 13 апреля этого года. Общий госдолг страны, если верить онлайн-счетчику, составляет свыше 8 миллиардов долларов. На каждого жителя на данный момент сейчас приходится 1430 долларов. И у нас возникает вопрос, да, Бакатуллия Мишевича, откуда такие цифры? Это ситуация до выплат, да, указана эта сумма. Мы сейчас исходим именно от онлайн-счетчика. Здравствуйте еще раз. Во-первых, я бы усомнился в достоверности этих сведений, из этого самого источника, поскольку на конец марта, согласно официальным данным Министерства финансов, государственный долг, я подчеркну, государственный долг Кыргызской республики составил 4,4 миллиарда долларов. То есть почти в два раза меньше, чем заявлено в этом онлайн-счетчике. Возможно, речь идет о трактовке терминологии, возможно, речь идет о задолженности экономики. Ну, я не берусь утверждать это. Я бы все-таки опять подчеркнул долг по состоянию на... Вот посмотрите, как раз мы видим этот источник. Да, да, да. Видите, да? Да. Вот в режиме реального времени мы видим текущее состояние вообще по экономике в целом, да? Да. ВВП страны вот указан на сегодня, ну, это вот на 14 апреля. Возможно, возможно. Вот, и видите, общий долг, госдолг, это государственные долговые часы, и там вот, видите, цифра прям растет. Может быть, это указано, ну, ситуация может быть отображена еще до выплат. Ну, у нас такие предположения. Я еще раз попытаюсь предположить, что вот эти цифры включают еще долг частных предприятий, частный долг экономики. Но долг страны, долг государства, правительства, как мы это хотим назвать, по состоянию на 1 марта составлял 4,4 миллиарда доллара. Из них 3,9, 3,885 – это внешний долг. Более того, в феврале текущего года у нас произошло сокращение долга по сравнению с началом года за счет вступления в силу соглашения о единовременном списании задолженности правительства Кыргызской республики перед Российской Федерацией в сумме 240 миллионов. То есть у нас на конец февраля, то есть на начало марта, произошло сокращение. Размер госдолга, как вы правильно заметили, на конец февраля 2018 года действительно находится на уровне 4 миллиардов, 400 миллионов долларов. Почти 60% от ВВП, если брать ВВП за прошлый год. Внешний долг, вы правильно заметили, после того, как Россия списала свои кредиты, сократился до 3 миллиардов и чуть выше 800 миллионов долларов. До этого свои долги нам простили, Кыргызстану простили Германия и Турция. С кем-то вы еще ведете переговоры, чтобы эту работу продолжить? Планы на будущее. Что вы планируете дальше брать в долг или наоборот прекратить эту процедуру? Работа ведется в нескольких направлениях. Во-первых, вы упомянули списание. По списанию ведется работа сейчас с Германской Федеративной Республикой Германии. Эта работа по списанию планируется, что будет осуществлена в рамках интересного механизма так называемого конверсионных операций. То есть страна вкладывает определенную сумму из своего бюджета в собственное развитие. На эту сумму производится списание задолженности. Данный механизм, данная инициатива находится на стадии проработки. Это по списанию. Кроме того, начиная с 2015 года, страна на ежегодной основе принимает и обновляет стратегию управления государственным долгом. Текущая стратегия, которой мы сейчас придерживаемся, она была обновлена и принята в начале 2018 года и охватывает в 2018 и 2020 годы. Соответственно, в этом году мы тоже, исходя из макроэкономической ситуации, обновим, пересмотрим, что-то добавим, как сделаем апдейт по нашей стратегии. Это по стратегии и по операциям. И еще самое главное, у правительства есть серьезные намерения взять под контроль как динамику долга, как динамику аккумулирования долга, так и вопросы из бюджета. 30 марта текущего года правительство приняло постановление о внесении изменений в бюджетный кодекс Кыргызской республики. Суть этих изменений сводится весьма простым правилам, так называемые бюджетные правила. Мы хотим, если это будет одобрено Джоушку Кенешем, чтобы дефицит бюджета ежегодный не превышал 3% ВВП, и самое главное, чтобы государственный долг не превышал 70% ВВП. Так, подождите, теперь давайте я вас перебью. 60% от ВВП должен составлять размер госдолга, правильно? Или внешнего долга? Внешнего долга. Я уточню, по внешнему долгу. Как вы считаете, Марлен Абрахванович, вот эта мера действительно спасает сейчас ситуацию и как-то сдерживает аппетиты госчиновников? И нужно ли эту меру усиливать дальше? Безусловно, надо эту меру усиливать. Как вы сказали, года два назад был принят закон о том, чтобы не превышал госдолг 60% от ВВП. С принятием кодекса закон этот потерял свою силу. Сейчас, несмотря на то, что озвучили Минфин, с моей стороны было внесено изменение в кодекс о том, чтобы данная норма сохранилась, то есть не превышайте 60% от ВВП. Все зависит от курса доллара, потому что все займы были взяты в долларом, в валюте, и также будет она погашаться в долларом. Так бюджет у нас в национальной валюте, и на сегодняшний день у нас около 20 миллиардов сумм ежегодно уходит на обслуживание этих кредитов. 70% это неприемлемо. Я как член комитета и как депутат Жоркинеша, думаю, дойду до конца, чтобы этот предел был 60%. Салтана, позвольте мне внести ясность. Закон, о котором мы говорим, то есть изменения были приняты в 2014 году, и он буквально гласил, госдолг не должен превышать 100% ВВП, 100% ВВП, при этом внешний долг не должен превышать 60%. То, что сейчас правительство предлагает госдолг вместо 170, 70 вместо 100, при этом... А внешний долг на каком уровне должен быть? Максимальный порог какой определенный? Для долговой политики независимо, внешний, внутренний, он должен быть не более 70%. Может быть 35 на 35, может быть 40 на 30, может быть и обратно. То есть этот вопрос до сих пор не решен? Данные поправки находятся на стадии внесения в Деорку Кенеш. Кроме того, мы этот порог поддерживаем основным источником образования, аккумулирования долга 3% ВВП. В отличие от текущей редакции, закон, который был изменен в 2014 году, к сожалению, он просто устанавливал порог, не говоря ничего о контроле вот этого источника образования долга. То есть сейчас мы предлагаем 70 вместо 100, и 3% не более ВВП должен быть дефицит бюджета. Пакат Илькинович, может быть вы поясните ситуацию, определяется госдолг и внешний долг, я так понимаю, на уровне 70% максимальный порог. Откуда эта цифра вышла? Из каких потребностей? Учитывались ли макроэкономические показатели нашей страны? Общие размеры нашей экономики? Да, судя по всему, просто правительство приняло такое решение, не опираясь ни на какие-то эмпирические показатели, то есть опыт других стран, а просто потому, что порог уже около 60% совокупного долга превышен. Если мы сейчас поставим планку в 60%, то означает все, мы не имеем права ни копейки больше занимать, пока мы не сократим выплатами общий объем совокупного государственного долга, как внутреннего, так и внешнего. Ну, к сожалению, так сделать правительство не может, потому что означает полную приостановку всех проектов госинвестиций, никак не заимствовать средства на внутреннем рынке для выравнивания, там, например, нехватки ликвидности. Поэтому, скорее всего, они не могут это сделать, поэтому они ставят 70%. На самом деле важно управлять дефицитом бюджета. И это, например, норма, она взята из мастерских соглашений Евросоюза, где стоит тоже планка 3% от ВВП дефицит бюджета и 60% совокупный долг, то есть внутренний и внешний любой страны Евросоюза. К ВВП должен относиться. Размер экономики тоже должен влиять на принятие таких решений? К сожалению, в настоящее время нет другой величины, кроме как валовый внутренний продукт, который измеряет экономику. Он не такой большой, если сравнивать с другими странами? Здесь вопрос не в номинальной величине, а на самом деле в потреблении, в производстве и, естественно, в долговых потоках. То есть мы здесь охватываем не все показатели, которые сейчас важны с точки зрения долговой устойчивости. Еще имеют отношение, какие выплаты к доходной части бюджета идут. То есть там порог кажется 25%, это будет критично. Это вопрос отношения опять выплат к экспорту. То есть валютная вручка должна быть гораздо больше, чем мы из страны выводим средства. То есть там ряд показателей надо рассматривать. Но, к сожалению, эти показатели используются только для оценки ситуации с долгом. А вот с точки зрения использования это как правило, то есть как закона, у нас имеется только в международной практике только два показателя. Это вот как в Евросоюзе сделали отношение дефицита бюджета ограничили и совокупный размер госдолга ограничили. Ну мы идем по тому же пути, потому что по прочим показателям, наверное, правительство может побояться сделать это. Я хотел бы узнать, все-таки вы отражаете позицию парламента. Этот документ, я так понимаю, проходил через парламент. Он прошел через правительство. Через правительство? Следующий факт на рассмотрение Григорь Кокинеша. Я хотел дополнить, знаете, когда 2-3 года назад ставился порог 60%, тогда у нас как раз-таки внешний долг превысил 50%. Тогда даже в том случае говорили о том, что он не должен превышать 50%, но поставили 60%, так как мы понимали, что этот порог уже пройден. Здесь такая же идентичная ситуация получается. Мы на пороге стоим 60%. Конечно, сейчас просто обрубить и ставить 60%, и это будет очень сильное, так скажем, со стороны правительства, недогонывание. Более того, начнутся упрекания. Мы понимаем, что без долга сейчас так такого не получится в нашей экономике. Другой вопрос, как мы используем эти кредитные средства. Если вы посмотрите, на протяжении всего этого времени, все кредиты практически 99% уходили на инфраструктуру. Такого бюджетнообразующего проекта у нас нет, чтобы мы могли говорить о том, что он сам себя покрывает. Но в то же время мы понимаем, что инфраструктура для нашей страны нужна, как независимой страны. Те же дороги, те же водоснабжения города Бишкек, по промышленности и так далее. Но сейчас стал вопрос о том, что как быть, или дальше мы растем, или все-таки мы ставим этот порог, чтобы в буквальном смысле эффективно использовать те кредитные средства. Мы посмотрели пример ТЭЦ города Бишкек, и всем это уже известно, как мы неэффективно его использовали. А стоит ли вообще в целом посмотреть все наши объекты, в которые мы брали госдолг, то есть долги, как они были эффективно использованы. Вопрос в этом. Несколько стран списали, простили долги. Эта сумма, вы же все равно планировали обслуживать этот долг на протяжении нескольких лет. Закладывали определенную сумму. Куда эти средства вы направили? Донор. В Кыргызской республике. Договариваются с Кыргызской республикой о том, что мы вам не просто спишем, вы должны эти суммы, которые вы должны заплатить по долгам, направить на реализацию каких-то социально важных, экономически важных проектов. Речь идет на данный момент где-то о сумме 15 миллионов евро. Суммы проекта обговариваются с донором, запускается проект, с бюджета осуществляются платежи на реализацию этих проектов. И в случае того, когда донор будет удовлетворен результатами проекта, производится списание. То есть деньги в пустую не будут уходить. Наращивание, то есть не будет высвобождение каких-то там сумм, которые мы можем новыми долгами. То есть речи об этом не будет идти. На самом деле возможности по списанию в дальнейшем очень сильно ограничены правительства. И очень правильно вводят норму по ограничению дефицита бюджета. Как вы правильно отметили, аппетит к привлечению внешних ресурсов, которые являются долговыми обязательствами страны, сократить. То есть это правильно сделано. Но с точки зрения, конечно, перегон по списанию, на настоящий момент, насколько мне известно, возможности у них очень сильно. Маневра практически нет. Наша страна больше всего должна перед экспортом импортным банком Китая 1 миллиард и 700 миллионов долларов. Это почти 44% от всего внешнего долга. Перед одним кредитором объем долга не должен превышать 50%. 50% это немного ли перед одним кредитором? На самом деле может быть и много. Доля влияния все равно стоит существенная. 50%? В 2013 году, кажется, в 2014 году, даже счетная палата говорила о том, что чересчур сильно влияние на размер долга со стороны именно Китая. То есть получается, слишком много у Ксимбанка занимаем. Надо диверсифицировать кредиторов. И в принципе, я думаю, это правильная политика, которую правительство приняло. То есть в 2015 году в стратегии управления долгом они включили ограничения на одного кредитора. И вот сейчас получается обновленная стратегия госдолга до 2020 года принята. И там тоже ставлены это ограничения. Может быть, это надо было делать раньше. Просто в международной практике пока таких пределов нету прецедентов. Это прецедент, созданный в Харьковской республике. Китай является нашим самым близким соседом. Непосредственно мы с ними ограничим. С этой точки зрения это тоже очень опасно. Когда-нибудь вопрос станет о возврате этого долга. Если так получится, что мы не сможем возвратить этот долг, то вопрос может просто ставится другими методами. Методом ребра, да? Поэтому с этой точки зрения это тоже очень опасно. Есть там один пункт, в случае, если каких-то непогашений долгов или еще что-то, она рассматривается по закону КНР. Есть такой пункт, он всегда нас беспокоил, но, к сожалению, без этого пункта нам не выдаются эти кредиты. Вот эту часть тоже, я думаю, нельзя забывать. Не более половины. То есть оно может быть и 30%, оно может быть и 15%, может и 45%, но не более половины. То есть логика была такая. Но уже вы идете к тому, что скоро будет 50%. Мы не дойдем. То есть вы обещаете не довести? То есть мы, когда подписываем каждый кредит, проводится симулирование. То есть, если мы возьмем этот долг, с учетом того, что у нас сегодня есть, как будет структура долга в течение 20 лет? Делаются расчеты, и по текущим расчетам 50% порог не будет достигнут. Основной этап погашения начнется в 2024 году. То есть, возможно, с 2024 года доля китайского долга будет сокращаться. Обеспокоенность по этому поводу не раз высказывали сами бизнесмены. По их мнению, решение вопроса по регулированию внешнего долга лежит на поверхности. Давайте послушаем, о чем идет речь. Мне кажется, сейчас ситуация достаточно удручающая и страшная. У нас сейчас очень большими темпами растут долги перед китайцами. То есть, инфраструктуру нужно менять, с этим никто не спорит. Да, это нужно. То, что Советского Союза осталось, оно еще практически не менялось, и мы только-только начинаем менять. Но нужно ли это делать, вешая на себя кучу кредитов, это открытый вопрос, потому что до сих пор не используется механизм государственного частного партнерства, где можно было бы большую часть вот этих проектов, которые мы делаем за счет государственного бюджета, сделать за счет частных партнеров, если бы законодательство в сфере ГЧП было правильно, правильно выстроено, если бы не было интересов со стороны определенных элит, которые сейчас контролируют государственные объекты, чтобы их можно было бы раскрутить. До этого момента наш внешний долг он был перед группой кредиторов, даже если это МВФ, это если Всемирный банк, всегда можно договориться, потому что там есть несколько партнеров, которые смотрят, чтобы ни один из партнеров не накручивал свои интересы этой стране. Но когда мы говорим о двусторонних долгах, тут уже никакой транспарентности нет, соответственно, та сторона, которая нам предоставляет деньги, она помимо денег и процентных ставок, которые выставляют, еще закручивают очень руки. То есть двухсторонний контракт от многостороннего всегда отличается и он намного опаснее в благосрочной перспективе. А сейчас мы китайцам должны более полтора миллиарда долларов США, что в будущем может очень сильно и сильно аукнется не только на экономике, но и вообще на политике в целом. Даже там, если пусть китайский эксимбанк носит формальный принцип, госбанк это китайский институт развития, который четко курируется там партией и в общем-то в правительствах. Вы четко слышали о том, что бизнес уверен в своих силах, возможностях, но почему-то возможности этого бизнеса не используются в полной мере. Как вы считаете, почему? Если взять последний пример, то что мы взяли для Бичкек теплосетей около 40 миллионов долларов для модернизации теплосетей города Бичкек. с этой стороны можно посмотреть, что она нам действительно нужна. Но с другой стороны, я как человек, который недалек от строительства, я знаю, что строительные компании многие готовы сами прокладывать трубы, но при этом прокладывая дополнительно еще вне бюджета, ты оплачиваешь Бичкек теплосетей. Сумма варьируется огромная. И об этом тоже не надо умалчивать, это надо говорить, как оно есть. Вот если бы, я думаю, если бы Бичкек теплосетей надо было как-то по-другому подойти к этому вопросу, то своими силами, своими силами, уничтожая вот эти коррупционные схемы, можно было самим построить, модернизировать эти трубы. Не надо было, мне кажется, брать кредит. Понимаете, это было около 40 миллионов долларов буквально вот месяц назад. Есть такие вопросы, которые надо просто пересмотреть и внимательно изучить эти вопросы. Как перед тем, как каждый раз мы берем долги. К сожалению, Жоркини же не имеет права вносить изменения в ратификацию. Мы всего лишь всегда одобряем или не одобряем. Вот если бы у нас тоже была бы возможность как-то повлиять на эту ситуацию, то я думаю, этот вопрос я обязательно подниму у нас в комитете и будем рассматривать, как это выходит возможно. Но есть такие моменты, это тоже надо учитывать. Давайте подумать, что государство занимает и для каких целей занимает. Он занимает денежные ресурсы для того, чтобы сделать те вещи, которые не делает частный сектор. Дороги частный сектор строить не будет. Потому что у нас просто нет возможности построить альтернативную дорогу, сделать ее платной. У нас в основном дороги идут через горы и это единственная дорога, связывающая, например, с собой регионы. Соответственно, если ее сделать платно, теоретически можно сделать, но на деле, на самом деле, будет недовольство жителей какого-то удаленного региона, который занимает на это вещи. С точки зрения, например, инвестиций в энергетику, теплостей, я абсолютно согласен, что здесь надо было бы отдавать частному сектору, но вначале давайте лучше все это продадим частному сектору. Потому что если частный сектор свяжется с государственной построительностью, в конце концов, у них какие-то проблемы будут. У нас не очень-то эффективно реализовано законодательство по защите прав инвесторов, поэтому лучше продать, и пускай сам он, что хочет, там и делать с этими трубами, проводами, трансформатными подстанциями. Но, к сожалению, вот этого у нас не происходит. Приватизация энергетика у нас не случилась. И, соответственно, пытаться говорить о том, что мы ГЧП эффективно реализуем, они сами сказали, что законодательство не очень хорошее. Пока мы законодательство не поменяем, а законодательство у нас уже, по-моему, два раза менялось, и все до сих пор неэффективно, и ни одного проекта ГЧП не реализовано, поэтому неизвестно, когда мы самый эффективный закон примем. Может быть, легче приватизацию сделать? Я за приватизацию. Давайте я вот просто факты перечислю. Многосторонние институты развития, да, они могут предоставить, по сути, они настроены на содействие развития, но, к сожалению, ресурсы, которые они могут предложить, они весьма ограничены, потому что глобальные институты, они работают со всеми странами. Это 200 с чем-то экономики, из них большая часть это развивающиеся страны, каждому нужно помочь. Региональные тоже круг ограничен, но, к сожалению, ресурсы их ограничены. В этом плане двусторонние кредиторы могут предоставить ресурсы. Ресурсы значительные. А что они взамен просят? Что взамен? Возврат долгов, элементарное платежение. Но там же мы видим, какие процентные ставки. Там льготные, низкие, низкие процентные ставки. В случае с Китаем, почему мне не нравилась всегда идея, я занимаюсь слишком много Китая, там обмен долгов идет на активы той страны, которая является должником. И поэтому это очень опасно. То есть концентрация в экономике одного кредитора или, например, инвесторов этой страны слишком высокая. Соответственно, когда они в руку решат уйти, это может полностью обрушить экономику. Станово появляется высокая зависимость от этой страны, из которой были до этого взяты долги. Ну, в случае, например, с странами европейскими, там вот они меняют долги на гранты для развития страны. Там хорошо. В случае с Китаем у нас пока не было в успешных случаях обмена долгов на что-то или даже реструктуризация или списание. Поэтому я не сторонник брать из Иксенбанка займа. Соответственно, политика в отношении долгов в Китае, политика правительства одна и очень простая. У нас есть опыт работы с ними, начиная с 2000 года, когда были запущены первые проекты. Это платить и все. У правительства позиция однозначная и простая. будем платить. И брать дальше? Насчет брать дальше у этого же кредитора. Вы знаете, так наперед забегать наверное очень сложно. И у нас есть по стратегии ограничения, мы его никто не отменял. Ну на самом деле больше зависит все-таки от роста экономики. А для этого надо либерализовать экономику и госрегулирование. больше вот как раз об этом я числа со стороны бизнеса, что должна быть соответствующая законодательная среда и практика. Среда у нас может быть законодательно хорошая, но практика совершенно нехорошая. Я не могу не задать этот вопрос, да, Бакатулем Мишевич? Возвращаясь к началу нашей беседы, мы говорили о том, что произошли некоторые глобальные изменения на финансовом рынке. Как эта ситуация отразится на платежеспособности нашего государства? Обслуживаться этот внешний долг будет по старым процентным ставкам? Или они поменяются после решения последнего решения ФРС? 99% всего внешнего долга, то есть внешнедолгового портфеля республики на данный момент это долг с фиксированной процентной ставкой. То есть процентные ставки по ним зафиксированы, меняться не будут. Средний показатель по процентной ставке 1,6 это общий портфель. Только 1% он вот этого долга, небольшие кредиты они привязаны к плавающим или так называемым не фиксированным процентным ставкам. Соответственно вот упомянутые вами изменения на ФРС прямого воздействия на портфель в виде каких-то обновленных процентных ставок это вариант исключается. Вы по какому курсу закладывали в бюджет средства по обслуживанию внешнего долга в этом году? Так ну 68 или 72 как правило мы не озвучиваем но я вас смею заверить что курс позволяет сгладить вот эти люфты вот эти люфты они сглаживаются я надеюсь не произойдет событие с обменным курсом после пересмотра ставки ФРС но люфта вот этого будет достаточно я смею вас заверить все будет зависеть опять же от наших торговых партнеров если у них случится какой-то экономический кризис то там даже тот резерв который Минфин предусмотрел может не помочь Марлен Абрахманович как профильный комитет будет контролировать этот вопрос для начала вот мы сейчас комитетом принимаем бюджетную резолюцию это вот есть такое новое понятие которое никогда до этого не принималось скорее всего через бюджетную резолюцию мы будем как-то реагировать на те или иные события которые происходят у нас с бюджетом у нас есть пиковые выплаты они начались да они начались и в 2025 году по-моему и она достигнет своего самого пикового уровня это тоже очень важно отметить при формировании бюджета при том когда они будут приносить нам в комитет жоркий меж мы это все будем учитывать и через бюджетную резолюцию как-то повлияем на эту ситуацию и будем контролировать хорошо предлагаю послушать мнение зарубежного эксперта по глобальной экономике Джунейта Паксой относительно перспектив на финансовом рынке потом подутожим нашу беседу задолженность всех стран составляет 234 триллиона американских долларов и эта сумма растет с каждым годом капитал концентрируется в руках от них людей всего 1% населения употребляет 80% богатств всего мира вся мировая финансовая система работает по принципу давать в долг если берут деньги значит подчиняются правилам тех кто их дает федеральная резервная система принадлежит частному лицу определенные силы через ФРС и Волл-стрит пытаются направить мир туда куда они хотят во всем мире действует одна система самый главный показатель роста экономики любой страны это сильный рынок капиталов если все являются должниками как например 90% населения США должники они всегда будут уязвимы к изменениям цен в этом году будут новые торговые валютные и процентные войны и к этому нужно быть готовыми 65-70% всех резервов в мире в долларах весь мир превратился в долларовую систему сегодня развивающиеся страны имеют больше преимуществ чем развитые потому что у них рынок девственный если они выработают правильные решения внутри самой страны они могут только выиграть от сложившейся ситуации насколько наша страна готова к новым вызовам есть ли план действий по их преодолению или мы все-таки плывем по течению нам удалось выпустить 7-летние облигации и 10-летние на данный момент 10-летние являются одним из перспективных таких сказать направлений на финансовом местном рынке то есть намерение развивать внутренний сомовый долговой рынок все зависит от того какую долю будет занимать этот рынок облигаций гособлигаций он на стадии только становления на стадии роста соответственно каких-то там мы далеки очень далеки от каких-то там чтобы противостоять вызовам со стороны доля рынка должна быть значительной опять-таки нет унифицированного универсального там так назвать золотое сечение да что столько-то в сомах идеальный вариант теоретически идеальный вариант чтобы весь долг был в сомах это теоретически ну это к сожалению практика показывает что бывает и не так я напомню если на самом деле взять и сказать правду то наши облигации сейчас они в основном направлены на то чтобы мы свой дефицит закрыли все-таки мы должны направлять эти деньги на доходы приносящие объекты крупные объекты я понимаю инфраструктура она нужна тем не менее мы должны акцентировать вот на эти вещи и тогда я думаю тогда не страшно будет и брать долги и чтобы затем его и оплачивать вот такое вот какое-то пожелание правительству надо иметь людей готовых к любым ситуациям в правительстве не знаю насколько это возможно все-таки у нас страна не соль богатая у нас нехватка человеческого капитала в плане того что качество человеческого капитала и вот здесь вопрос больше как раз о долгосрочном в развитых странах население перекредитованное если случится какой-то системный кризис то будет большой обвал потому что все не смогут платить долги в этом плане развивающие страны как наши имеют некоторые преимущества потому что мы страдаем тем что у нас нехватка капитала соответственно нам ни у кого и нечего занимать то есть а если занимать то слишком дорого поэтому население не так перекредитовано и соответственно Если какой-то кризис пройдет, ну как-то перебьемся там, как жили бедно, так и будем дальше жить бедно. В этом плане, конечно, то есть мы, может быть, больше готовы к каким-то черным лебедям, чем страны, которые развиты, им падать гораздо больнее будет, чем нам. Но не хотелось бы говорить про столь брачную перспективу, поэтому все-таки на самом деле занимать нам придется и занимать нужно, но важно занимать на те вещи, на которые нужно занимать. То есть мои преференции личные, как налогоплательщика, все-таки вкладываться в развитие человеческого капитала. И тогда мы сможем отвечать всяким вызовам. Все, спасибо вам большое за интересную и продуктивную беседу, в целом за ответы и за участие в нашей программе. Вам спасибо. Всего вам доброго. До свидания. С вами была Салтанат Кудайбердеева и вы смотрели программу «Реальная экономика». Увидимся ровно через неделю на канале НТС. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»